Всем привет, дорогие друзья! Наши предки верили, что если посмотреть через уши лошади, то можно увидеть лешего. И пускай это такой себе высокотехнологичный детектор, но суть остается одна и та же. С помощью этого простого или даже очень простого устройства наши предки пытались увидеть то, что они способны увидеть глаз человека без специальных приборов. Время идет, все меняется, и сегодня я держу в руках самый обычный смартфон с камерой, и с помощью камеры мобильного телефона тоже можно много чего интересного увидеть. Поэтому сегодня мы поговорим про три интересных случая, когда можно увидеть что-то необычное с помощью камеры мобильного телефона. Ну а с вами, как и раньше, проект Инженерное знание. Меня зовут Юрий Трифонов. Если ролик вам нравится, конечно же, подписываемся, делимся, рассказываем друзьям. Ну и начинаем! Вообще вокруг нас существует очень много того, что мы не видим, но это вроде как есть. Те же самые радиоволны, те же самые радиационные излучения, ультрафиолетовое излучение и множество всего интересного. Для того, чтобы увидеть это, человеку нужно использовать специальные приборы. И ровно так же, как раньше использовали уши лошади, если верить, конечно, всем приметам и поверьям, сейчас используют специальные детекторы. Скажем там, излучение радиационное измеряется с помощью детектора радиации. Или там ультрафиолетовое излучение измеряется тоже специальными сканерами. Но для того, чтобы это увидеть, не обязательно иметь эти сканеры. Конечно, с помощью камеры мобильного телефона мы не сможем видеть радиационное излучение, Зато сможем увидеть другие интересные штуки, которые существуют вокруг нас И которые простым глазом заветить невозможно И если вы помните, один из первых роликов на нашем канале Даже самый первый ролик на канале Это ролик про то, как работает лампочка накаливания Самая обычная, старая, добрая лампочка, которую придумал еще Эдисон Этот ролик можно вспомнить и посмотреть И посмотреть, как изменились те ролики, которые мы снимаем на канале Но не в том суть Суть в том, что мы там сказали, что лампочка способна мерцать Почему лампочка мерцает? Потому что у нас в сети есть переменный ток Переменный ток это такая штука, когда у нас значение тока постоянно меняется Есть некоторая амплитуда И по этой амплитуде, по синусоиде ток бегает Это говорит о том, что в принципе у нас бывают такие моменты, когда тока нет вовсе И вот мы берем самую обычную газоразрядную лампу Как она работает? Грубо говоря, пробивается электрический разряд Появляется ультрафиолетовое свечение Это свечение мы не видим, но оно активирует газ внутри лампочки А газ начинает светиться и сам отдавать частички света, отдавать фотоны Очевидно, что этот процесс будет импульсным Поскольку у нас есть ток, который распространяется по синусоиде И есть и нули, и грубо говоря максимум И вот если мы возьмем камеру телефона, наведем ее на лампочку На плохую лампочку, хорошие лампочки это не показывают, этого не видно на хороших лампочках Мы увидим, что лампочка мерцает Частота мерцания таких лампочек обычно составляет 100-120 Гц Что примерно в два раза больше, чем собственно частота тока в сети самой лампочки От которой она запитана И это мерцание можно увидеть с помощью камеры, как мы уже сказали Почему его можно увидеть с помощью камеры? Почему мы видим вот эти вот бегающие полосочки? Все очень просто Эти полосочки появляются из-за того, что камера у нас по сути дела, видеокамера Снимает постоянно фотографии У нас любое видео состоит из большого количества кадров Кадры соединяются в некоторый поток И потом получается, как нам показывают на мастер-классах по мультипликации Когда у нас кадр за кадром, собирается мультфильм Такая же картина получается и на нашей фото, и на видеокамере И вот эти кадры делают с некоторой частотой Именно это и есть количество кадров в секунду Именно его мы и выставляем Так вот, если мы выставим такое количество кадров в секунду Что у нас количество мерцаний лампочки в эту единицу времени будет попадать больше То получится, что за этот промежуток времени мы увидим несколько мерцаний лампочки Наши глаза не успевают вот запечатлеть Но зато наши глаза прекрасно запечатлевают те кадры, которые снимает фотоаппарат Соответственно, если эти частоты у нас не совпадают То фотоаппарат или видеокамера видят на своих снимках то, как мерцает камера Ну а мы с помощью этого нехитрого дешифратора Собственно, почти как через уши лошади Видим, как лампочка мерцает Если вы почитаете, как изменяется яркость у небезызвестных сегодня смартфонов Не буду называть название специально То вы узнаете, что там происходит изменение не яркости самого экрана А количества пульсаций Имеем ту же самую схему Что такое вообще свет? Это поток, скажем так, частиц, поток фотонов Ну про фотоны там целая история, не будем углубляться так глубоко Там можно поспорить, что они вообще есть или их вообще нет Это отдельная большая тема Для нас важно что? Что у света есть некоторое количество Количество света можно как изменить? Можно сделать источник менее ярким А можно изменить количество импульсов, которые посылаются И любой экран, даже вот экран фотоаппарата, на который я сейчас смотрю, когда снимаю себя Экран телевизора, экран компьютера Делает некоторое количество мерцаний в такт Или току, который есть у него, который его питает Или в соответствии со схемой управления Которая направляет нужное количество импульсов на эти светодиоды И вот если делать, по-моему, по чесноку, то нужно делать так, чтобы Сами светодиоды меняли свою яркость Как скажем, вот мы можем с помощью реостата менять яркость обычной лампочки Вот так же и тут нужно с помощью реостата На самом деле схема, конечно, будет более сложная Менять яркость светодиодного экрана Но хитрые производители пошли более умным путём Они приметили, что экран имеет такую способность, как мерцание Подумали, что можно с помощью мерцания ограничить количество света И, по сути дела, для нас с вами, для нашего восприятия Всё равно, как ограничивать яркость экрана Будь это реостат, или будь это количество всплесков Количество вспышек, которое будет даваться этим светом Вот только для наших мозгов и для нашего глаза это совсем не всё равно Поэтому от некоторых современных гаджетов начинают дико болеть глаза И начинает появляться дикая усталость А почему так происходит? Потому что для того, чтобы ограничить яркость экрана Используется меньшее количество вспышек В итоге мы имеем, что при большой яркости от такого экрана глаза не устают А при маленькой яркости, когда количество вспышек экрана становится более меньшим Глаза устают И вот этот самый процесс можно прекрасно увидеть с помощью другого мобильного телефона или камеры Мы наводим нашу камеру на экран телефона, смартфона, компьютера или любое другое устройство И видим тоже своеобразное интересное мерцание Но дело тут в том, что частота этого мерцания настолько высока Обычно бывает, что наш телефон не способен в полной мере это запечатлеть Поэтому вот это мерцание будет выглядеть скорее всего как полосочки или как рябь на экране Но если вы такое увидели, то это уже, мягко говоря, не очень хорошо Следующая интересная штука, которую можно увидеть с помощью камеры Это различного рода излучения И здесь можно вспомнить сразу кучу различных детекторов, которые уже существуют Которые используются, это, скажем, тепловизоры Это приборы ночного зрения Это приборы, которые позволяют смотреть буквально через стены Такие тоже есть Различные ультразвуковые приборы Все эти приборы работают к тому принципу, что детектируют излучение, которое мы не видим Как работает инфракрасный прибор? Ну, очень просто Давайте вспомним природу света Про это был целый ролик И узнаем, что у света есть видимый диапазон Видимый диапазон имеет определенную длину волны Инфракрасное излучение мы не видим Зато вот летучая мышь прекрасно видит инфракрасное излучение Если взять специальное устройство, которое может видеть инфракрасный свет Мы увидим свечение и увидим, как светятся теплые животные, которые прячутся в темном лесу Это довольно интересные кадры и довольно прикольно это посмотреть Я, кстати, очень хотел бы купить себе такой прибор, чтобы, гуляя по лесу вечерами, можно было увидеть разных животных Видеть, где они прячутся Ну, а наш мобильный телефон со своей камерой прекрасно может увидеть иногда инфракрасное излучение Потому что диапазон чувствительности матрицы расширенный Что происходит, когда мы смотрим на какой-то источник, который не видим глазами? Телефон этот источник фиксирует Камера преобразует его в ту длину волны, которую мы можем увидеть Показывает уже нам на экране то, что мы можем увидеть И вот посмотрите на кадр, который я привожу И вы увидите, что датчик светится Это принтер чеков у нас, принтер этикеток И датчик инфракрасной светы для того, чтобы найти разрыв в ленте Если посмотреть на этот датчик глазами, то мы не увидим своим глазом Без специальных приборов, ровным счетом ничего Если же посмотреть на этот датчик с помощью мобильного телефона Мы увидим интересное красное-фиолетовое свечение Вот это и будет инфракрасный датчик Кстати говоря, опять же, с такими излучениями лучше не играть Поскольку точная его длина волны неизвестна Непонятно, как он повлияет на глаза Поэтому глазами светить не надо, даже если излучение вы не видите И если вы посмотрите на лампу обычного сканера с помощью камеры мобильного телефона То увидите, что излучение меняется в зависимости от цикла работы Вот и тут сканер сначала светится обычным ярким белым светом, когда сканируют Ну а потом он светится зеленым светом И отметьте, зеленый свет глаз не видит Этот зеленый свет видно только в камеру Может быть, даже в итоге представления наших предков Про уши лошади, про леших, которые бегают по лесу Каким-то образом подтвердятся Может быть, это какие-то там, не знаю, сгустки энергии или мало ли что это может быть Но так или иначе, если у нас будет прибор, который сможет это зафиксировать и детектировать То, возможно, мы сможем это объяснить Ну а для этого выпуска, я думаю, информации вполне достаточно Всем спасибо за просмотр Подписываемся, ставим лайки Нажимаем кнопки спонсировать Задаем новые темы для роликов Кстати, новые темы прошу задавать в отдельной форме Ссылка на которую, конечно же, есть Потому что в комментариях появляется очень много интересных вопросов На которые обязательно стоит ответить И эти вопросы среди большого количества комментариев просто теряются Поэтому, пожалуйста, как-то выделяйте эти комментарии И, пожалуйста, заводите эту форму, которая у нас есть на сайте Для того, чтобы собирать темы Ну а так, всем еще раз спасибо Был рад всех увидеть До новых встреч Пока Пока